Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. Имущество Андрея Бралина будет конфисковано. Сегодня приговор в отношении экс-мэра вступил в законную силу. Ремонтируют кровлю, обустраивают гараж и готовят площадку для городошного спорта. В городском округе идут работы на спорт-объектах. Завтра в Котласском драматическом театре завершается 87-й театральный сезон. Сегодня вступило в законную силу судебное решение по уголовному делу о взятках в отношении бывшего главы города Андрея Бралина. Напомним, 7 марта этого года после смерти Андрея Бралина в Вельском СИЗО с одобрения родственников уголовное дело по обвинению экс-мэра Котласа в коррупции было прекращено. Тогда же Котловский городской суд постановил конфисковать имущество бывшего городоначальника. Семья чиновника, не согласившись с вердиктом, подала на апелляцию. Однако сегодня на сайте областной прокуратуры появилась информация о том, что имущество подсудимого, а именно дом, половина доли нежилого помещения, гараж и маломерное судно конфискованы в доход государства. К другим темам. Лето пора не только для отдыха, но и для ремонта. В городском округе сейчас идет активная работа на спортивных объектах. В Котласе долгожданной замены кровли дождалась спортшкола. На стадионе «Салют» обустраивают гараж для ледово-заливочной машины, а в Ичигодском готовят площадку для городошного спорта. Далее подробнее. В бассейн спортивной школы здесь пловцы нашего города оттачивают брас, боттерфляй и кроль. Это сложное гидротехническое сооружение со скрытой от глаз системой трубопроводов, группой мощных гидронасосов, системой фильтров для очистки воды, постоянно нуждается в обслуживании. Притом не только оборудование. На плиточном покрытии появляются сколы и трещины. Частично кафель необходимо заменить, а также уделить внимание проблемам водоочистки и водопополнения. Также мы сегодня делаем небольшие косметические работы в душевых, раздевалках. Стены главного зала школы свидетели многих ярких спортивных моментов, но с годами изрядно поизносились. От постоянной влажности из-за прохудившейся кровли с них крупными хлопьями начала слезать краска. Потолок и пол тоже не мешало бы подлатать. Вердикт очевиден. Помещение нуждается не просто в косметической отделке, а в серьезном ремонте. Но приступят к преображению главной спортивной площадки город не сразу. Вначале поработают выше, полностью заменят кровлю на здании. Старое покрытие давно не справляется со своей защитной функцией. Еще одна спортивная площадка – стадион «Салют». На 90% здесь завершен ремонт гаража, предназначенного для ледово-заливочной машины. Техника поступила в Котлас из регионального центра спортивной подготовки «Водник». Там сделаны полы, стены, система отопления, канализация. В Ичигодском прямо сейчас идет обустройство спортивной площадки для городошного спорта. Там все ремонты на спорт-объектах планируется завершить до начала нового тренировочного процесса. В Архангельской области открыты для движения все низководные мосты. Последние установили в Вилиготском округе через реку Вилить в Павловске. Напомним, что на региональной сети дорог действует 10 низководных мостов. В Вельском, Вилиготском, Верхнестоимском, Красноборском, Холмогорском и Шенкурском округах и районах. На период ледохода с целью сохранения конструкции разбираются и устанавливаются обратно, когда позволяют гидрологические условия. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. 9 премьер, 23 спектакля в репертуаре, более 25 тысяч зрителей. Завтра в Котловском драматическом театре завершается 87-й театральный сезон. Артисты выйдут на сцену с полюбившейся котлашаном Ханумой. На этой неделе мы закрываем наш очередной творческий театральный сезон. Уже, наверное, как вы видите, знаете, что он закрывается почти на месяц позже, чем предыдущие театральные сезоны. Это связано с тем, что очень большой спрос на театральные постановки, на билеты, свободных мест нет. В этом театральном сезоне театр посетило более 25 тысяч человек. Более тысячи зрителей прошли по пушкинской карте. Премьера этого года «Недолет», «Я считаю до пяти», «Ханума», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Снегурочка», «Шинель», «Веселые эльфы и колдунья», «Азори здесь тихие», «Золотой век» прошли при полном аншлаге. Также в этом сезоне наш театр участвовал в обменных гастролях с несколькими крупными городами. В октябре впервые у нас прошли обменные гастроли с Вологодским драматическим театром. Это было тоже действительно знаковое событие. Они к нам привозили человека из Подольска, а мы к ним нашу Айсидору. И гастроли эти обменные прошли в необыкновенной дружественной обстановке. В ноябре у нас были гастроли, большие гастроли в Архангельск, где мы возили спектакли на большую сцену. И приятно там, что были полные залы и очень хорошие отзывы. Сотрудничество с Академическим театром драмы имени Савина также продолжается. Впервые на Котловской сцене выступил Бугульминский театр. Еще одно направление развития Котловского драматического театра – участие в конкурсе президентских грантов. Впервые мы заявились на президентский грант Фонд культурных инициатив с нашим проектом Школы театрального зрителя «Пуговки». И что самое интересное, мы это выиграли. И вот теперь в течение, ну этот сезон уже мы начали подготовку, и в течение следующего сезона маленькие котлашане, особенно маленькие, от года до пяти, их родители, дети с ограничением по здоровью смогут посетить наш спектакль, который будет называться «Жили-были». «Жили-были» – эта постановка будет первой в рамках проекта «Пуговки». Проект предусматривает несколько интерактивных кукольных спектаклей, включает в себя также лекции и мастер-классы. Кстати, один из лекторов проекта, кандидат к культурологии, доцент кафедры театроведения и общегуманитарных наук Ярославского государственного театрального института Вячеслав Летин уже проводит лекции в театре для актеров о важности игры в куклы в детстве, о глубинном смысле русских народных сказок и об истории создания традиционных северных кукол. Есть у труппы театра и значимые награды, которые они получили в этом году. В этом году мы еще участвовали в фестивале «Ваш выход» – это город Архангельск, и обыкновенно много дипломов мы привезли с него, целых пять дипломов. Мы безумно гордимся этим достижением, тем, что нас заметили. У нас получил наш замечательный актерский дуэт Татьяна Николая Илсакова за спектакль «Любишь-не любишь» получили за дуэт диплом. Отмечен весь актерский состав спектакля «Ханума». За честь и достоинство был награжден главный художник театра Валерий Степанович Новаковский. Самая важная и престижная награда в череде заслуг артистов в этом сезоне – премия имени народного артиста СССР Сергея Плотникова. Ее был удостоен артист Николай Сергеевич Елсаков. Немаловажным событием для коллектива театра была и череда личных праздников. Красивые юбилеи отметили главный режиссер Наталья Шибалова, артистка Ольга Белых, художник театра Наталья Полякова. Золотую свадьбу отпраздновали артисты Николая и Татьяна Елсаковой. Татьяна Яровая, гример-постижер, отметила 45-летие работы в театре. То есть мы продолжаем работать и зрители, и критики, и наши коллеги это замечают. Котлас звучит гордо, Котласский драматический театр. Действительно, это не пустое место на карте театральной России. Сейчас коллектив театра готовится к двум новым постановкам следующего сезона. Это маленькие трагедии по Пушкину. Спектакль будет ставить приглашенный режиссер из Сыктывкара Денис Рассыхаев. И детская сказка «38 попугаев». В Котласе создано Архангельское областное отделение Союза российских писателей. В него вошли шесть городских авторов. Они регулярно собираются на поэтических вечерах, прийти на которые, чтобы погрузиться в мир литературы, а также поделиться своим творчеством, может любой желающий. Дорогие друзья, у нас очень радостное событие. Пришло сообщение официальное от Союза российских писателей. И там черным по белому написано, что в Котласе создается Архангельское областное отделение Союза российских писателей. И его главой назначается Некрасов Валерий Ефимович. Валерий Ефимович Некрасов уже состоявшийся поэт. За его плечами около полусотни авторских сборников. Литература для него важная часть жизни. Создание Архангельского областного отделения Союза российских писателей во многом его заслуга. На очередной поэтической встрече Валерий представил свою новую книгу «Времена». Собрание котловских поэтов проходит раз в месяц. Один из координаторов встреч – Николай Завадский. Ранее произведения писателей публиковались в местной прессе. Теперь итог каждой встречи – выпуск брошюры со стихами, где публикуются порядка 12 авторов. В литературной гостиной участники не только делятся творчеством, но обсуждают актуальные события, а также классические современные формы поэзии. Самым изысканным считался французский сонет. Надо сказать, что Александр Сергеевич Пушкин усовершенствовал этот сонет. Когда мы читаем Евгения Онегина, роман Евгения Онегина, мы говорим о Бонегинской строфе, на самом деле это совершенно изысканно, изящно оформленный сонет. Присоединиться к сообществу городских поэтов, а также поделиться своим творчеством может любой желающий. Пусть оставит горе, наконец, бурями истерзанная душа, и заставит ветер волны слушать, здесь биенье только двух сердец. Руки, крылья радостно распахну, и вновь ощущаю сладостно всей земли любовь. Песни русские вольные, мы березовый край, православный, намоленный, мы единое, знай. В свое окно бросаем камушки, льем воду, сиднем в решето. Теряешь ты, Россия, матушка, истоки русские, по что? Перед иконой горевала. Я знаю, ждет небесный суд. Не будет там ни оправдания. Пусть черный список занесут. Приму смиренно наказание. Спасибо. Ознакомиться с расписанием поэтических встреч можно в Туристко-Информационном центре, либо в сообществе социальной сети ВКонтакте Котлас Поэтический. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotloss24.ru, на именной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Новая коллекция обуви от белорусской фирмы «Марка» предлагает магазин «Салон Обувь». Комфортная, качественная, на большую полноту и только из натуральной кожи. Магазин «Салон Обувь» легко и удобно. Котлас Луначарского 10. В пятницу 30 июня в Котласе будет пасмурно, ожидается дождь. Днем температура воздуха плюс 20 градусов, ночные часы до плюс 12. Ветер северо-восточный, восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Комитет по управлению имуществом принимает заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. Нежилое помещение с земельным участком по адресу город Котлас, улица Бор, дом 2. Площадь здания 310 квадратных метров. Площадь земельного участка 2672 квадратных метра. Телефон для справок 2-16-29 или 2-06-26. Комитет по управлению имуществом принимает заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. Нежилое помещение по адресу поселок Вычегодский, улица Загородная, дом 1. Общая площадь 63,9 квадратных метра. Нежилое помещение по адресу поселок Вычегодский, улица Энгельса, дом 37. Помещение 3Н. Общей площадью 43,6 квадратных метра. Телефон для справок 2-16-29 или 2-06-26. Комитет по управлению имуществом принимает заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. Древесина круглая, общий объем 40 кубических метров. Порода древесины сосна, ель, осина, береза, ольха. Телефон для справок 2-16-29 или 2-06-26.